Как найти воду, если вы застряли в пустыне? Заблудился в пустыне, испытывая жажду, обезвоживание может привести к помутнению сознания и бреду. Если ты начал разговаривать с ящерицами, а потом слушать, что они отвечают тебе, то немедленно ищи источник воды. Добрый вечер! Если оазиса поблизости нет, то не прячь от страха голову в песок, а попытайся найти в нем воду. Первым делом оглянись по сторонам с возвышенности. Обрати внимание на впадины у подножья скал, ложбину между барханами и старые высохшие русла рек. На близость воды могут указывать скопления комаров и мошек после захода солнца, а также ярко-зеленая растительность, дикие арбузы или финиковые пальмы среди песков. Попробуй выкопать колодец в таком месте. Когда на глубине 1-2 метров будет виден темный сырой песок, остановись и подожди. Выкопанную яму постепенно заполнит грунтовая вода. В утренние часы в пустыне обильно выпадает роса. Для ее сбора можно использовать камни, сложенные в кучку. Кроме того, ты можешь попробовать соорудить солнечный конденсатор воды. Выкопай яму, по возможности положи туда свежесорванные растения, поставь по центру дна емкость, накрой яму пленкой и придави пленку камнем посредине. Теперь жди, когда капельки, испарившиеся из песка и растений жидкости, стекут в емкость. Попытайся обнаружить искусственный источник воды – колодец. Обычно их выкапывают рядом с караванными дорогами, тщательно укрывая их от солнца, поэтому заметить такой колодец непросто. Альтернативным источником жидкости могут стать некоторые растения пустыни. Только нужно знать, какие из них ядовитые, а какие можно и пожевать. Безопаснее всего получить жидкость из корыба-абаба или из нижних веток финиковой пальмы. Любители острых ощущений в поисках воды могут лизнуть кактус, но лучше порубить его на куски и отжать из них сок. В крайнем случае можно выпить собственную мочу, пропустив ее через простейший фильтр. Но такое можно проделывать только один раз. Вторично переработанная моча содержит много вредных веществ. В общем, каждая добытая тобою капля воды поможет тебе продержаться до того момента, как подоспеет помощь. А ты сможешь пить сок кактуса или свою мочу, чтобы выжить в пустыне? Надеемся, никому из нас не придется оказаться в пустыне без питьевой воды. Но в случае чего обязательно подписывайтесь на наш канал. И кто знает, может наши советы спасут кому-то жизнь.